недолго пробыли в квартире я думаю пора уже отправляться на мобилизацию так называемую штаба нас наверняка довезет до лондона чеканы но давайте может все таки посмотрим что по телевизору показывает если у нас есть такая возможность как раз по моему про сабин до про вот этот акт о восстановлении человечества который против которого нам видимо придется здесь сейчас и сражаться в лондоне но ладно не будем задерживаться и я думаю действительно пойдем дождь не прекращается нет но я думаю скоро мы с ним все-таки покончим хотя казалось бы мы отправляемся в лондон а там как раз ожидать продолжение дождя было бы самое логичное логичное не спешно сейчас пишет некуда на улице скорее всего все еще комендантский час куда он денется и нам по прежнему будет тяжко пробираться вновь через весь город через всю прагу к нашей цели что здесь у вас ребят происходит могу вам как-нибудь помочь и рвы го и рекамс лайкай сэрик вот и нолдис волоку пробный скастом бай продуктов дарди популяции на кинс и тест кейс может и так ты не ранен он корзавлены и пробки но вот отмены и за хит и без над ней и от морден ванюх арсенала ну Ну, слушай, тебе тогда особо не повезло, конечно, учитывая всю ситуацию. Просто решил поговорить с моими, возможно, соседями, потому что есть ощущение, что я больше здесь с ними не... Не получится мне поговорить. Не факт, что я вернусь вообще сюда. Не то чтобы я собираюсь умирать, просто такое ощущение, что этот временный дом в Праге, он действительно перестанет быть моим домом. А местечко, конечно, красиво. Ну, ладно. Что на улице? Все очень красное. Ну, я и не надеялся. Уже несколько раз об этом сказал. Ладно, что ж. Смотрим, как далеко нам в этот раз придется пробираться опять. Так. Мы сейчас вот в этом районе Праги, а нам нужно вновь в другой район, и, скорее всего, единственный способ добраться до него будет вновь метро, да? Причем, лучше нам, конечно, бы отправиться к вот этой станции, да? Но здесь нужно сначала добраться до метро в этом районе. Окей. Я думаю, мы знаем вариант. Конечно, можно попробовать в канализацию наверняка пробраться. Но метро проверенный путь, и мы двинемся сейчас как раз туда. Нам ведь в ту сторону указывает, я не совсем понимаю. Да, по-моему, в ту сторону, тогда двигаемся на указатель как раз-таки. Тихо-тихо-тихо-тихо-тихо. Кто-то меня уже начинает замечать. Мне это совсем не нужно. Я намерен, честно, совершенно без проблем, пройтись. Не хочу опять ни с кем связываться из полицейских. Впрочем, у меня и в прошлый раз был такой настрой, и это мне не особо помогло. Так. Копы вроде как и заняты здесь делами, да? Но все в то же время активно патрулируют эту площадь. Здесь нужно, конечно, желательно было бы выучить их маршруты движения, чтобы не наткнуться на них. Невыдимости-то у меня по-прежнему нет. В этом вся проблема. Так, лучше как будто все-таки вот с левой стороны было бы пройти, проскользнуть. Мне кажется. Но я не уверен. Спрячемся пока здесь. Сколько он здесь вот стоять будет, это важно. Не так долго, не так долго, но я могу успеть проскочить здесь. И попробовать двинуться дальше. Есть наверняка варианты какие-нибудь еще, которые я просто пока не вижу, но... И времени у меня особо искать их, и точнее даже желания нет. Так, вот он поворачивается в эту сторону, и... Пошел, пошел, пошел. Еще здесь немножко посмотрел, нет ли кого. Я бы мог бы в этот момент как раз уже выскочить, но не стал. Ой-ой-ой-ой. А вот там вот коп, конечно, совсем не в тему. Он поворачивается? Да, он поворачивается. Отлично. Это мой шанс. Черт, у меня проблемы сейчас будут. Нарываюсь, нарываюсь. Ооо, это было близко. Так. Окей, ну каким-то чудом проскочил. Лестницы это мне нужны или нет? Вроде нет. Пока стоим за этой машиной. Здесь вроде как, по первым впечатлениям, должно быть полегче. Много укрытий, где можно будет скрыться. Можно сказать, я выхожу в Праге на поклон. То есть, мое последнее выступление перед отъездом в другие места. Хотелось бы, конечно, максимально чисто отыграть его. Так. Все, по сути, мы добрались до метро. Нужно вот, наверное, дождаться все-таки для верности. Пока вот этот коп отвернется. Вернется и тогда двигать в нужное направление. С другой стороны, я сейчас могу упустить нужный момент. Да, потому что там броненосец подойдет и палит меня. Окей, вот теперь здесь просто нужно аккуратно спуститься и все. Внизу вроде как никого нет. Кто-то там был, я с ним разобрался. Да, по-моему, путь чист. Он даже вырубленный тут по-прежнему лежит. Да, спит, сладко спит. Не будем его никуда отправлять. А вот здесь вот нужно сейчас будет проскочить. В прошлый раз у меня получилось это сделать только со второй попытки. Сейчас, конечно, хотелось бы сделать это с первой. С другой стороны, если сейчас здесь тревога забьется, то будет не так плохо, как в прошлый раз. Потому что метро-то я скрыться успею. Так что долго сейчас здесь сидеть не будем. Тихо-тихо-тихо-тихо-нет. Но все-таки я хочу пройти чисто. Вот был момент хороший. Еще один. Так, меня, по-моему, спалили, да? Ну ладно, двигаемся. Все, здесь меня уже никто не поймает. И мы, тем более, сейчас просто угоним из этой локации. Так, куда нам нужно? Станция Пилигрим, по-моему, да. Именно она меня привлекала. Мы в прошлый раз не с нее выходили, а вот с этой в нее заходили и сюда отправлялись. А теперь в другом месте окажемся. Последняя прогулка по Праге. Похоже на именно это. Хотел бы я сказать, что буду скучать по городу, но, честно говоря, хочется уже нормально так высохнуть. Высохнуть в данном случае имеется в виду. Убраться подальше от этого ливня. Даже если это будет другой ливень. Это будет другой ливень. Так, мы наконец-то добрались. И, похоже, сейчас нас ждет, возможно, последнее еще и преодолевание кордонов в этой Праге. И я уже вижу, что здесь с самого начала нас ждут сложности. Я могу ее схватить даже. Ну ладно, не будем к такому прибегать. Я был на этой станции, конечно же. Там даже у нас не вырубается система. Однако я знаю, возможно, ее можно вырубить где-то тут. Я вижу, что там лазеры работают куда лучше, чем на другой станции, да? На которой мы только что были. Поэтому, очевидно, возможно, здесь есть компьютер, который позволит вырубить все это. Добро. Тумблер генератора, что он дает? А, ага. Вот это мне сейчас не помешает. Спокойно здесь все осмотреть, чтобы нас турель не заметила. Что мы можем здесь обнаружить? Карманный секретарь. Например. Код для помещения... Для передвижения персонала. Доступ в служебные помещения прямо где-то здесь, да? 2, 5, 4, 8. Возможно, он мне пригодится, чтобы просто выбраться из метро или нет? Сейчас посмотрим. Я просто не видел здесь никаких служебных помещений. Я бы лучше предпочел увидеть пароль от... Защитной системы, по крайней мере, хотя бы для выруба... Чтобы вырубить лазеры. Они же здесь все-таки управляются. Турель ты здесь не вырубишь, я это понимаю. А вот остальное бы хотелось. Так, радио работает. Не отвлекаемся на него. Газеты тоже время читать? Нет сейчас. А вот компьютер. Какой здесь уровень системы? Четвертый. Так, слушайте, а на него распространяется... Собственно, отмычки электронные или нет? Да, вроде как можно взломать. Я, наверное, предпочту это сделать. Потому что пароль от служебных помещений это хорошо. Но еще неизвестно, куда они меня приведут. И я вообще их пока еще не вижу здесь. По карте-то вроде вон видно, где они, да? Но куда они ведут? Непонятно. Так, отлично. Ах, но отключается здесь как раз только лишь турели. А я напротив думал, что отключатся лазеры. И у нас тем более нет навыка для отключения турелей. Ну, черт возьми, вот это мне сейчас подвезло. Потратил просто так очень глупо, опять же, электронную отмычку. Но я никогда не переигрываю, если у меня, собственно, еще есть шанс каким-либо образом пройти дальше. То есть, пока смерть меня не будет поджидать. Так что, наверное, продолжаем. Продолжаем и будем сами разбираться с этими лазерами. Или пойдем все-таки в служебные как раз помещения. Сейчас нужно дождаться момента с турели. Я так понимаю, служебные помещения нас ждут там. Так, мы знаем пароль. Машина смотрит в эту сторону? Смотрит, к сожалению, смотрит. Нужно быстро вводить пароль. Черт, я не успел. Сейчас нужно было запомнить пароль. И вводить. Я просто не привык так быстро действовать. Два, пять, четыре, восемь. Давай быстренько. Все, отлично, успел. Успел. Я даже забыл, что, собственно, на этих панелях нужно самому вводить пароль. А обычно мы все-таки все время взламываем только лишь. А здесь вот такое вот действие пришлось совершить, если не привычки. Растерялся. Так, ну и куда мы здесь можем выбраться? Лазеры где-то, может, здесь отключаются? Может, мы сюда как разобрались не для того, чтобы найти какой-нибудь секретный путь наверх, а лишь для того, чтобы найти способ подняться выше. Карманный секретарь еще один. Совсем уж скрытый где-то лежал. Так, теперь мы знаем еще и код от серверной. Ну, в серверной-то вообще должно все управляться. Это ведь серверная. 9143. Будем надеяться, что она где-то здесь, эта серверная. Так, ящики еще все можно осмотреть. Что-нибудь найти. Это не серверная, значит, да? Значит, она где-то... В другом месте. Так, сколько всего мы найдем здесь в шкафчиках? Пока у меня какое-то пессимистичное ощущение. Хочешь что-нибудь? Я уже буду рад чему угодно. Ничего вообще, все. Вынесли. Да. Окей, и никто здесь не остался среди рабочих. Ящик с инструментами. Это код от сервера. То есть, это как раз серверная, да? Да. Очень хорошо, что мы нашли от нее код. Потому что, собственно, мы бы взломать ее не смогли. Никак. Ух! Выглядит внушительно. Но что она нам дает? В ящиках вновь пусто. Да что ж такое? Разочарование сплошное. Однако, однако, однако. Где здесь вообще что управляется? Я нашел пока вентиляцию. А еще что-нибудь? Ничего отключить здесь не получится? Похоже, нет. Но вентиляция это уже хоть что-то. Ладно. Довольствуемся мало. Может быть, она нас выведет наверх. И, собственно, нам больше сейчас и не нужно. Нам просто нужно добраться до чеканы. До вертолетной площадки. Насколько я понимаю. Так. Выше. Еще выше. Смогли подняться. Отлично. Мне нравится, что мы поднимаемся выше. Потому что нам наверх как раз и надо. Ну, из метро были. Отлично, отлично. Пока шумим спокойно. Мы поднялись уже достаточно, вроде как, высоко. Можем здесь еще поломать немножко стенки. Вроде как. Ничто не реагирует на нас. Мы даже не находимся в запретной зоне. Где мы сейчас? Какие-то технические помещения. Но конкретно что это такое? Ящик какой-то. Он ничего не закрывает? Вроде нет. Здесь какие-то, наконец-то, припасы. Да даже очень даже шикарные припасы. Чья-то нычка как будто. Можно наверх забраться. Давайте-ка посмотрим, что там наверху. Для этого, наверное, передвинем ящик. Я наконец-то понял, для чего он тут стоял. Мы все-таки можем его использовать в наших целях. Так как мы поднимаемся наверх, это меня радует. Нам сюда и нужно. О, и здесь можно будет сломать стену. Наконец-то я использую навык свой по предназначению. Не зря же я его прокачиваю. До этого он был бесполезен. Собственно, я пару раз сломал стены. Но там, где и можно было без этого обойтись. Может быть и здесь, кстати, можно было бы без этого обойтись. Мы прошли пока так. И нашли, например, еще один шприц. Очень добротно. Так, это... Кстати, это вроде как не какой-то офис. Это вроде как жилое помещение. Или что это? Где мы оказались? Мы в чьей-то квартире? Здесь даже есть люди? Я правильно понимаю? Да, это чья-то квартира. Но я не знаю, чья это квартира. Здесь даже есть оружие. Где мы находимся вообще? По карте нужно посмотреть. Да, это жилой дом. Окей. Но здесь безопасно. Главное убраться из квартиры и не привлекать чьё-то внимания. Трыбовик. Наверное, неправильно. Непонятно, чью квартиру обборовывать. Патроны. Оружие красть. Ну и всё остальное даже осматривать не хочу, честно говоря. Давайте просто выйдем отсюда. Да. Всё. Отлично. Где мы оказались? Давайте сейчас попытаемся разобраться. Мы... Я правильно понимаю, где мы оказались? Нет. Я думал, что был в этом дворике, но нет, по-моему, нет. Так, мы вновь в запретной зоне. Мы поднялись наверх. То, что мы хотели. Апартаменты любушей. Нет, мы здесь не были. Здесь, кстати, есть магазин, в который можно было бы, наверное, заглянуть. Ну, наверное, это уже упущенный шанс возвращаться, когда нас, собственно, ждут. То есть, там идёт мобилизация. Мы, вроде как, не особо торопимся. Нас опять будут говорить, что же, Джонсон, ты так долго. Давайте двигаться тогда, собственно, к мастерской. Мы знаем, как туда попасть, но как туда пройти? Вот сейчас сложность будет заключаться в этом. Здесь по-прежнему копы. Выход из метро. Где-то справа от нас. Мы прошли, но насколько далеко мы прошли? Вот в чём вопрос. Так, аккуратно, аккуратно действуем. Не теряем осторожность. Да, вот там вот вроде как спуск в метро, если я всё правильно понимаю. Да, должно быть так. Всё, туда мы, значит, не смотрим. Мы как будто прошли просто лазеры и действуем уже здесь, на этой территории. Два копа. Один броненосец. И вот один, который смотрит в одну точку. Очень неприятно. Ещё один там гуляет дальше, но о нём пока не думаем. Надо как-то будет их проходить. Вот этот переулок нас куда проведёт. Может быть, мы его для обхода используем. Кстати, да. Его можно вполне использовать для обхода. Кто нас там охраняет, что? Ага, там вообще бронетранспортер, чёрт, робот. Ой, он в эту сторону идёт. Это совсем нехорошо. До куда он доходит? Всё, дальше не идёт. Отлично. Если что, здесь мы укрываемся. Ну, пускай он сейчас поворачивается, да. Всё. Направляется, и мы за ним. Его-то легко достаточно обдурить. Всё-таки железя. Вот так вот. Да, вот в этом месте я был, кстати. Вроде как был. В какую сторону он сейчас повернётся? Нужно было у меня проскакивать к тем ящикам. Скорее всего так. Ладно. Сейчас даже будет удобнее, мне кажется. Действовать. Ай-яй-яй-яй-яй-яй. Вот это было очень... ...неаккуратно. Меня сейчас могут спалить. Совсем... ...в совсем невинной ситуации. Ух, окей. Миновала опасность. Да, я в этом месте был. Действовал. Так, меня вновь спалили. В этот раз чисто по звуку, по-моему. И лучше мне просто сейчас отсюда убраться. Он пойдёт проверит. Если что, я даже думаю его вырубить. Ничего страшного. На всякий случай достану, конечно. Парализующий пистолет. Давай, отходи отсюда. Лёгкая небрежность. Кстати, а куда я прошёл-то вообще? Мне сюда-то надо или нет? По-моему, я сейчас... ...что-то слишком далеко ушёл. Ой, да. И мне вообще сюда не нужно. Зачем я сюда двинулся? Мне нужно было вон там, вот в переулок, просунуться. А там, по-моему, ведь закрыт проход. Там-то пройти нельзя как раз. Здесь всё закрыто. И я вообще пошёл... ...сюда зря, может быть. Здесь нет никакого прохода. Там ведь всё вроде как перегорожено. Спокойно. Давайте осмотримся. Нет, можно пройти. Можно пройти. Я вижу, как можно здесь просто залезть. И мы, скорее всего, перелезем. Да, там будет поудобнее. Ещё вот куда вот этот переулок заходит? По-моему, это тупик просто. Поймём. Да, это тупик. Вот сюда мы должны залезть. Хорошо. Так, вновь не привлекаем лишнее внимания. Ждём, пока этот охранник отвернётся. Коп. Охраны они здесь всё-таки не занимаются. Будем откровённы. Так, спокойно. Мы бежим вперёд паровоза. Здесь действительно можно пролезть. Интересно, можно ли здесь пролезть в другую сторону, обратную? Вроде как всё-таки нет. Один коп, его легко можно будет пройти. Ой, это я слишком высоко залез, нет? Хотя, почему нет? Здесь есть вон вентиляция, если что, по ней спустимся. Так, ладно, не привлекаем внимания. Смотрим, куда нас... Эй, как меня здесь могут обнаружить? А я знаю, куда это меня спускает. А я знаю, куда меня это спускает. Я как раз хотел сюда попасть, по-моему, когда был в здании. Но не доставал до этого люка. Вроде как я оказался именно там. А тут, кстати, очень много всякого добра. Так, ещё что-нибудь? Конечно. О, ну неплохо поживились. Мне это всё, естественно, пригодится. Спускаемся. Вот такой вот спуск, более безопасный вариант, да? Мы были в этом магазине, мы встречались здесь несколько раз даже, по-моему, с Вегой. А теперь выходим на улицу. Отлично. Справа нас не обнаружат. Это меня сейчас волнует только лишь. Так, там я охранника вижу, куда он идёт. Его можно спокойно будет пройти. Ну, как спокойно, относительно спокойно. И теперь смотрим здесь, действуем по ситуации. Вроде как я уже не должен нигде попасться, но кто знает. Так, вот, по-моему, только сейчас этот коп представляет для меня укроту. А здесь уже можем пробегать даже. Быстро. Отлично. Ух! Всё. Почти всё. Убираем оружие, очевидно. Ну, ещё денег соберём, почему нет? По-моему, это последние минуты, которые мы проводим в Праге. Они наконец-то настали. Прощаемся и с этим ливнем. Чекан ждёт нас. Или все уже улетели? Да. Чего ждать? По-моему, полетели. Да. Да, давайте. Ну, это полное ощущение, что нас ждёт основная, главная миссия, которой всё и шло. Оно присутствует. Два дня прошло. И мы добрались до Лондона. Возвращение. Ты говорила, что это кредитная опасность. Саммит, никто не прерывает. Я не думаю, что ты ошибаешься, Дженсен. Сорвай. Хорошо. Поверьте твоего мужа, пока я могу поговорить с ним самим. Миллорад. Продолжение следует. Ну, да. Другой ливень. Продолжение следует. 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 И правильно делаешь. Это не первый раз, что экстремисты угрозили защитную инициативу. Про-АУГ-сопортеры думают, что мы проведем от их мизери, продвигая больше ошибок, как Голлум-сити. Ну, анти-АУГ-рэсисты не могут не понимать, что любого аугмента человека живет в спокойствии. Канцелировать этот событий будет лишь обозначить всех их. Ну, здесь тоже все верно. Ну, а мы можем, собственно, каким-то образом ему только возразить. Все три варианта, на самом деле, возразить просто в разной форме. То есть Дженсен настроен решительно насчет того, что... Его мнение решительное насчет того, что конференцию нужно отменить, и просто, возможно, провести ее в следующий раз. Хотя Браун правильно говорит, что нельзя бесконечная конференция, собственно, откладывать. Но он все-таки, видно, недооценивает степень угрозы. Лично ему в том числе. Правильный подход. Хорошо, что Миллер не возражает, по крайней мере. Что-то. Эти мужчины могут остановить тебя. Они знают, что ты обманываешь против Министерства Республики. Они нужны, чтобы пройти. Они не обманывают, как много жизни они уничтожают, так как это случится. Но мы знаем. Это... Агент Дженсен, да? Давид Сараф мне рассказал о тебе. Ты не может верить этого, агент, но я также пытаюсь спасать жизни сегодня. Наши жизни. Которые партии в СССР в СССР на моем списке сегодняшний раз. Я планирую их, как правило, что это действительно не так. Талис Рукер не могла остановиться от отменить. Но я не могу. Если не умрешь. Где ты встречаешь, тогда? В свободной конференциальной комнатной комнатной комнаты. Те мужчины из твоей Лондон-дивизионы уже открыли. Что не важно? Я хочу увидеть эту комнату себе. И я хочу агент Дженсен здесь, чтобы координать с Тарвозом, во время остальных моих командов реэкзаменов. Дискретно, конечно. Те мужчины из нашего Тарвоза – Лиэм Слейдер. Он ждет, чтобы твоего мужа присоединиться в офисе центральной безопасности. Ну ладно, встретимся. Ситуация взрывоопасная. И держи Маккреди и я в лупе. Мистер Браун, если бы ты мне показал эту комнату. Ситуация взрывоопасная, я хотел сказать. Прямо как в Праге, только здесь все идет… Там шло на дни, а потом на часы, а здесь все как будто на минуты. Такое ощущение, что в любую следующую минуту может все сорваться. И действовать нужно вот с максимальной осторожностью. Концентрация действия, концентрация всех драматических событий, которые охватили мир в эти дни, да? Она здесь куда более такая серьезная. Так что и мы отнесемся к ней с большей серьезностью.